Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юля. В сегодняшнем видео мы будем заниматься с вами тестированием новой линейки макияжа, которая вышла сегодня, 1 октября, в Sephora и на сайте этого бренда. Итак, макияж, который мы сегодня будем с вами тестить, называется Makeup by Mario. Если вы не знали, кто такой Марио, я сама не знала до того, как увидела картинки на Трудмуде и люди стали говорить об этом, это визажист, который красил Ким Кардашьян в течение 20 лет, 20 лет, и вот он решил выйти со своей линейкой макияжа. Как вы видите, я сегодня наконец-то покрасила свои волосы, теперь у меня они выглядят нормально, более или менее. После этого я, кстати, отбежала в Sephora и купила уже все необходимое для нашего сегодняшнего обзора. Я взяла абсолютно всю коллекцию. Бывает так, что ты заказываешь онлайн с Sephora, и даже если ты получаешь супер-быструю доставку, приходится ждать, а ждать не хотелось, и вот я поэтому побежала в Sephora, купила почти всю коллекцию, и, в общем, мы сегодня будем о ней говорить. Помимо этого он красил многих других селебрити Голливуда, и, наверное, это говорит о многом. Перед выходом этой линейки он очень много постил разных видео в своем инстаграме, показывая, как он вообще разрабатывал этот макияж, сколько он души выложил, и в английском языке есть такое слово, оно называется Humble. Humble, значит, человек, который очень как бы приземленный, то есть он не кичится тем, что он что-то сделал в плане именно новой линейки макияжа, он действительно, даже по нему видно, что он человек, который не преследует цель, там, заработать целую кучу денег и, в общем, быть счастливым, нет. Он преследовал именно цель показать людям какие-то новые текстуры, показать людям другой способ нанесения макияжа. Это, кстати, факт, потому что одна из его палеток, она действительно очень отличается от того, что сейчас есть на маркете. И именно, наверное, поэтому этот человек и его продукт стал очень желанным в моих глазах, потому что приятно видеть человека, который болеет тем, что он делает. Наверное, поэтому это и стало основным решением для меня ревьюить или делать обзор на эту новую коллекцию от Makeup by Mario. И если, ребята, вы любите новую косметику и обзор на новую косметику быстро, тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и давайте начинать. Поехали! Первое, наверное, с чего я хочу начать, это хайлайтер, но это не обычный хайлайтер. Он как будто бы как гелевый. Я сейчас вам покажу, и вы поймете, о чем я говорю. Есть ощущение небольшое, что продукта здесь вообще нет, понимаете, но он есть. Его можно использовать как на щеках, так можно наносить его на, допустим, веки, чтобы сделать этот эффект мокрый, естественный. И что мне очень нравится, кстати, на каждом продукте есть такая, как пленка на зеркале, чтобы сделать хороший обзор, не показывая, что у вас там на столе. Цвет этого бальзама называется Expensive, хотя цвета тут вообще нет. У меня уже был продукт от Бекки, такой же бесцветный, и он был липковатый. Давайте посмотрим на эту. Но липкость все равно есть. Как бы бренды ни старались, мне кажется, создать вот такого типа продукта, и чтобы он был не липкий, это очень сложно. И, как правило, ну, к сожалению, это все липкое. Не могу сказать, что я прям вау, это такой классный продукт. Он интересный, но это не что-то, наверное, что я буду носить каждый день, просто потому что это небольшая липкость присутствует. Немножко на носик нанесем. Можно увидеть, что это супер естественный финиш, то есть как будто бы у вас действительно кожа изнутри светится. Что, кстати говоря, Марио обещает, этот бальзам, он не сделает так, что ваша основа, ваш тон, он куда-то поплывет. И это обещание, оно исполнено. Мой тон, он остался на месте, что очень круто. Давайте посмотрим, что Марио пишет на упаковке. Он пишет, что это мой, так сказать, ключевой продукт для создания кожи, светящейся изнутри. Написано, самое главное, что это не липко. Я считаю, что это липковато, то есть это чувствуется все равно. К сожалению, к сожалению, это чувствуется субстанцией на моем лице. Я сделаю свой свет на минимальный уровень, чтобы вы видели, насколько красиво смотрится эффект от этого бальзама. Дорого. Так, возвращаем наш свет. Следующий товар, который мы сегодня будем с вами тестировать, это палетка консилеров для век. Как я уже сказала вам, большинство продуктов, с которыми Марио вышел, они именно для макияжа глаз. О май гад, ребята, у меня это все просто разрушено, боже мой. Офигеть. Окей, нас еще ждет это дальше, но, блин, это печально, если честно. Наверное, потому что я все это со стенда брала, я не брала это, допустим, с какого-то другого стенда в Сифоре, который дальше, который не ухода. Блин, все равно печально. Вот, что мы искали. Мы искали именно мастер, eye prep and set. Как говорят здесь, no prime, it's a crime. Или нет праймера, это типа криминал. И вот так выглядит наш продукт после вскрытия. Нет такого, что вы смотрите на эту вещь и говорите, вау. Это другой подход к дизайну. Я знаю, что очень многие люди, в том числе и я, я обожаю очень красивые упаковки макияжа, типа Urban Decay, там Наташа Динона. Есть эстетика, есть красота. Здесь же мы видим просто чисто вот такой, знаете, выдержанный, простой стиль. Эта палетка вышла в трех разных вариациях. Это у меня medium или средний. Марио советует покупать не тот оттенок, который наиболее подходит к вашему цвету кожи, а предпочесть что-то либо очень посветлее, либо очень потемнее. Потому что именно таким образом вы сможете идеально выделить глаз или высветить его для того, чтобы тени и легли правильным способом. Это не очень тяжелая упаковка, она действительно легкая, пластик, белый пластик. Возможно, если бы это была, кстати говоря, черная упаковка, это смотрелось бы немножко более дороже. И Марио советует вообще использовать эту палетку консилеров вместе с его кисточкой, которая вышла в его коллекции. Вообще у него вышло достаточно большое количество кисточек, начиная от кисточки для сушевки, заканчивая кисточкой для очень точечного нанесения оттенка. И эта кисточка, она одна из самых дорогих в его коллекции, 22 доллара. Все остальные кисточки, они стоят по 20 долларов. И да, это синтетическая кисточка. Здесь мы видим две кисточки в одной, именно поэтому она на 2 доллара, наверное, больше стоит. И надо сказать, что объем ворсинок самих, он огромный. То есть вы получаете действительно очень пушистую кисточку. Вторая же сторона кисточки, она более плоская. Как раз таки мы ее и будем использовать для нанесения консилера на наши веки. Я хочу начать со самого светлого оттенка на, допустим, левый глаз и более темный оттенок на правый глаз. Мне интересно, как это чувствуется на коже. Вообще, да, достаточно плотная текстура. Мне нравится, что сразу же я вижу, что все возможные вены, все ненужное, оно исчезает при нанесении этого консилера. Мне кажется, это будет идеальной основой для нанесения теней. Прям я это уже чувствую даже. По сути, это обычный консилер, который в такой более плотной форме. В принципе, в этом ничего нового, скорее всего, нет. Но если с этим вышел визажист, который знает, что он делает, наверное, это что-то стоящее. И я на второй глаз нанесу, как я уже говорила, более темный оттенок. Этот же цвет, он прям как цвет моей кожи. Как говорит на Марио, нужно обязательно использовать эту пудру для завершения подготовительного шага к нанесению теней. И эта пудра, в принципе, это обычная пудра, на самом деле ничего такого супер нового. Пудра, она очень мягкая, она прям такая шелковистая. Мне очень нравится, что эта кисточка, она такая как плотненькая, толстенькая. Я таких кисточек не видела еще в своей жизни. И если вы спросите меня, почему я не купила все его кисточки из этой коллекции, потому что я не увидела в этих кисточках того, чего я ищу от кисточек за 20 долларов. Согласитесь, 20 долларов это далеко не дешевая цена за кисточки. И, кстати говоря, Вейн Госс скоро перевыпускает свои кисточки. Вейн Госсовские кисточки, кисточки от Скотта Барнса, самые лучшие кисти. А это все-таки новый бренд, и я решила не вкладываться пока в то, что я не знаю, как вообще будет работать. Если вы спросите меня, является ли это чем-то революционным в подготовке в век к нанесению макияжа, я скажу, что, наверное, нет, потому что это, наверное, те обычные компоненты, которые есть у каждого в косметичке. И консилер, пудра, 28 долларов или 22 доллара, это, наверное, хорошая цена, ну, как бы, да, потому что вы получаете 2-3 продукта. Это все красиво и эстетично, но мне кажется, что без этого можно 100% обойтись. Дальше мы перейдем к теням. У него вышли 3 палетки теней, каждая из них по 48 долларов, в каждой палетке по 12 оттенков. И он решил разбить оттенки в палетках на шиммерную палетку из 12 оттенков и на матовую палетку из 12 оттенков, которая, кстати говоря, была вдохновлена разными цветами кожи людей. И эта палетка, она была, кстати говоря, вдохновлена цветами природы. Когда он создавал эту палетку, он изучал цвета природы, и все оттенки, которые вы здесь видите, вообще существуют в природе, и это очень здорово, что-то новенькое. Но если это палетка за 48 долларов, да еще и от визажиста Марио, мы хотим ожидать чего-то сверхъестественного, чего-то прям вау. И мне очень интересно посмотреть, да, они очень такие как мокренькие, особенно вот эти оттенки. А вот эти, ууу, действительно очень приятно. До них дотрагиваться круто, как они легко сводчатся, ребят. Ау, этот оттенок, он как дуахром какой-то, красненький, вау. А эта матовая палетка, она очень, как мне кажется, будет хорошей повседневной палеткой для любого человека. Здесь можно сделать много разных с ней образов, естественно, от очень минималистичного, а может быть образов в стиле Ким Кардашьян. Эта матовая палетка, она вообще сделана в США, а вот эта шиммерная палетка сделана в Италии. И давайте уже перейдем к нашему макияжу, хватит болтать. Кстати говоря, я буду, скорее всего, использовать ту же самую кисточку, которую я использовала для праймера. Важная информация, ребят, на палетке вот этой мы видим такую как выгравированную надпись By Mario. Дотрагиваясь до нее, вы можете чувствовать, что она выпирает. Это все можно увидеть на его трех палетках. На других компонентах коллекции нет этой гравировки, имеются только наклеенные надписи. Ну что, Mario, покажи нам что-нибудь интересное. Я, скорее всего, знаете, возьму какой-нибудь нейтральный оттенок, допустим, допустим, какой-нибудь вот такой. Тут нет, по-моему, названия рефилов? Нет, все только вот как вы видите. Какой вы видите оттенок, такой он и есть. Насколько я слышала, эти тени, они невероятно легкие, мягкие в плане нанесения, то есть нет той пигментации, которая, допустим, встречается у Диноны. Что, в принципе, да, я не вижу такого прям ничего. Бух! Очень естественный финиш. Возьму какой-нибудь потемнее оттенок. Я даже не знаю, какой. Ну, например, вот этот оттенок, допустим. Сейчас я уже вижу, что что-то проявляется. Сейчас я на самом деле думаю, а вот купила ли я бы эту палетку, если бы не обзор. И я не знаю. В плане дизайна эта коллекция, она вообще, ну, ни разу не привлекает внимание людей. Когда люди увидели о том, что выходит его коллекция, все такие, это эльф косметика, это вообще что? И это можно понять. Марио уже он профессиональный визажист, и, наверное, он хотел показать нам, что не упаковка важна, а именно то, что внутри, сама формула. Но, к сожалению, большинство покупателей, мне кажется, сейчас они хотят покупать то, что красиво выглядит, не только ложится навеки. И я сделаю то же самое со вторым глазом, естественно. Когда у вас такая большая кисточка, мне кажется, что вы можете отмерить тот самый идеальный угол для растушевки. И я возьму самый темный оттенок. Прекрасно, что выглядит очень даже красиво. И давайте нанесем уже эти шиммеры на нашу матовую базу. Эта палетка называется Master Metallics, и она может использоваться как в мокром состоянии, то есть тогда гораздо будет более они видны на глазах, или же в сухом. Мне очень хочется попробовать почему-то именно этот очень масляный по своей текстуре. А вот этот серебристый оттенок, он прям так и бросится. Тоже очень красиво. Давайте начнем с этого красивого золотистого. Несем его на среднюю часть глазу. Действительно очень активный пигмент. Красиво. По-моему, по-моему, когда вы свочите этот оттенок, он гораздо более выглядит таким, знаете, сочным. Тогда же, когда вы носите его на веки, он почему-то не так смотрится, как при свочинге. А что насчет этого красивого бронзового оттенка? Ну, я не вижу особой пигментации почему-то, опять же. Хотя, конечно, чем больше слоев вы наносите, тем он будет гораздо более активным. Давайте нанесем его вот на эту часть глаза. И в этом приглушенном золотистом оттенке нет никаких блесток почти, как, допустим, в предыдущем бронзовом оттенке. Я хочу взять этот красивый серебристый и нанести его, например, вот сюда же. Пигмент есть, но он не такой, как, например, Диноны и ее шиммеров, потому что некоторые оттенки в этой палетке, они прям супер такие, знаете, ух. Есть фигмент, все как надо, а некоторые они гораздо более приглушенные. И то ли это, ради чего я покупала эту палетку, чтобы не видеть хорошего пигмента, я не знаю. Некоторые шиммеры, они в этой палетке достаточно плотные, классно тушуются, классно наносятся, они непрозрачные. Некоторые же большинство шиммеров в этой палетке, они как раз-таки имеют в себе этот прозрачный финиш. Я большие надежды возлагала на эту палетку, но, как мне кажется, на повседневную носку, повседневный макияж это идеально, потому что как раз-таки днем нам не очень хочется на глазах, чтобы была эта плотная текстура шиммеров. Я не уверена, стоит ли эта палетка свои 48 долларов. У меня большие надежды на другую палетку от Марио, которая предназначена для того, чтобы создать свой идеальный цвет. И для этого нам понадобится как раз-таки жидкость, которая способна трансформировать цвет из очень такого пассивного, обычного шиммера в очень активный, привлекающий внимание шиммер. И честно, когда я увидела палетку эту, я поняла, что что-то ждет меня очень интересно, если я куплю ее. Эта палетка идет с таким донышком, который вы можете промыть его после использования этой палетки и раствора, и, в общем, тогда палетка будет всегда в чистом состоянии. Мне хочется почему-то нырнуть пальцем в этот оттенок бронзовый, посмотреть на него пигментированный. Случится он очень даже многообещающе. На втором месте в этой жидкости алкоголь, поэтому будьте аккуратны. Наверное, это даже может высушить кожу век, если слишком много намешать это все с тенями. И, кстати говоря, вместе с этой жидкостью вы получаете такую маленькую лопаточку, которая позволит вам наскоблить тени и чтобы все получилось хорошо. Я хочу, кстати говоря, взять вот этот красивый золотистый. Наскабливаем это все в наш лоточек. Добавляем саму жидкость сюда. Я думаю, одной капельки даже может достаточно быть. Возьмем нашу основную кисточку и прямо-таки нырнем за этим оттенком. Нанесем его на этот глаз. Совершенно-совершенно красиво смотрится. Пока мне нравится, что я вижу. Мне кажется, такой образ будет идеален на какой-нибудь праздник, день рождения, Новый год. Делать все это нужно быстро, иначе вам не удастся создать ту самую идеальную форму растушевки этого цвета. Действительно, даже почти не остается ничего на пальце, то есть он полностью застывает, это круто. Хочу еще немножко взять золотистого оттенка, просто почему нет? Вообще, одной капли должно быть достаточно. Вам не нужна целая куча этого раствора, конечно же. Сейчас можно гораздо все это лучше видеть, как это все перемешивается. Чувствуешь себя каким-то художником, если честно, когда делаешь все эти манипуляции с тенями. Сейчас я гораздо больше чувствую аромат алкоголя на моих веках. Знаете, мне нравится этот эффект. Это красиво, это необычно, что-то новенькое на рынке теней. Мне кажется, на каждый день это не то, что я буду делать, знаете, смешивать тени эти, чтобы найти свой идеальный оттенок. Это как раз-таки в те дни, мне кажется, когда вам хочется поэкспериментировать и просто побыть своим собственным художником дома. Что-то вроде того. Следующий компонент коллекции от Марио это карандаш для глаз, естественно. Стоит 22 доллара и можно выбрать как черный оттенок, супер черный оттенок, так и коричневый оттенок. Он, кстати говоря, что невероятно классное мило идет с точилкой. Как много брендов кладут в упаковку с карандашом точилку. И что отличает его от других карандаша в его коллекции, а именно лайнера жидкого, я не стала покупать его, потому что у меня столько лайнеров, если честно. И тот лайнер стоит 20 долларов, этот же стоит 22, потому что не только вы получаете точилку, но еще и получаете такую кисточку на другом конце этого карандаша для глаз. И это очень милая кисточка, она очень мягкая. Эта кисточка идеальна для растушевки карандаша и для создания этой самой дымки на глазах. Точилка, кстати говоря, сделана в Германии, так же, как и сам карандаш, написано by Mario. Очень стильно. О, вау, он очень пигментированный и очень кремовый в то же время. Да, мне не очень нравится как-то эффект растушевки карандаша. Может, я не умею растушевывать его правильно. Наверное, мне нравится все-таки по классике. Такая у нас получилась стрелка на нашем левом глазу, и мне понравилось, что карандаш очень легко скользит по веку, с ним легко работать. Он очень пластичный, супер кремовый, пигментированный. Что еще нужно от карандаша? Я извиняюсь, ребят, карандаш сделан сам в Италии, а вот точилка сделана уже в Германии. Вот. Перед нанесением карандаша на этот глаз я хочу воспользоваться моим разбитым хайлайтером. Я не знаю, как так произошло, почему вообще такое происходит. Первый раз, наверное, у меня, чтобы я купила что-то с Sephora, и это было разбитым. Я так понимаю, наносите его только на глаза. Я почему-то сначала думала, это хайлайтер, но это как бы тени вообще. И Марио советует наносить это все поверх ваших любых матовых теней, либо же просто как отдельный продукт на веки. Я не вижу, естественно, большой разницы при нанесении этого рефлектора на свои тени. Но, да, немножко, может быть, блесток я вижу больше, но нужно, конечно, все это было на голый век наносить. Я извиняюсь. О, это сделано тоже в Италии, сам рефлектор, прикольно. Ну что, ребят, наш самый последний товар из его коллекции, это карандаш для слизистой. Вообще, этот карандаш, он способен сделать так, что ваш глаз будет выглядеть гораздо более открытым. Это очень интересно, но у каждого карандаша разного цвета точилка. То есть, у нашего черного карандаша была черная точилка, у белого карандаша белая точилка. Мило. Мне интересно, где он сделан. Сделан он в Италии тоже, я так понимаю, точилка сделана уже в Германии. Конечно, ребят, лучше не наносить слишком много продукта, иначе глаза будут невероятно неестественно смотреться. Такими белыми они будут смотреться. И вот такой у нас получился сегодня макияж с использованием новой коллекции от Makeup by Mario, визажиста Ким Кардашьян. Мне показалось, что эта коллекция направлена как будто бы больше на визажистов, которые занимаются профессионально этим делом. Мне понравились тени, определенно матовые тени. Они просто бомбические, они не супер-дюпер пигментированные. Они просто идеальны в том плане, что с ними у вас, скорее всего, не будет проблем с растушевкой. И да, я сто процентов могу сказать, что я буду использовать их днем. Я иногда не люблю использовать, например, тени от Диноны днем, потому что они пигментированы очень-очень. И, в общем, нужно поработать, бывает, немножко дольше. С этими тенями я уверена, что у меня не будет проблем никаких. Чик-чик раз и уже есть легкая тень. Эти тени, они легкие по текстуре. И если вы любите такую текстуру, что-то, с чем легко работать так же, то эти тени, которые называются Master Matte, то эти тени для вас. Эта палетка, она мне показалась интересной, однако некоторые оттенки, они, наверное, не будут теми оттенками, которыми я буду пользоваться постоянно. Точно могу сказать, что мне очень понравились сильно парочка оттенков из вот этого ряда, где все золотистые оттенки. Однако эта палетка, она смотрится гораздо-гораздо активнее на ваших руках, когда вы смочите ее, чем на веках. То есть сейчас я смотрю на свой веко, и мне кажется, что у меня почти нет макияжа. Хотя я нанесла достаточно много слоев разных шиммеров из этой палетки, и все равно все выглядит очень-очень естественно. Мне определенно показалась очень интересная эта палетка, которая называется Master Metals, или металлический мастер, мастер металликов. И да, я считаю, что это красивые оттенки, интересная задумка, в том плане, что ты можешь выбрать свой самый любимый и уникальный оттенок из них. Это круто. Я даже не знаю, что сказать, потому что у меня 50 на 50 насчет этих палеток. И да, и нет. Я считаю, что если вы любите, чтобы ваши тени оставались на месте, то это хороший выбор, я считаю. Но опять же, это не уникально, но это удобно, согласитесь. Мне на самом деле понравилась вот эта штучка. Блин, нет, мне не понравилась эта штучка. Я не считаю, что это вау. Я верну это и забуду, потому что я видела на свочах том, как Марио показывает, как этим пользоваться. Что-то прям такое глобально интересное, а здесь мне не впечатлило это вообще. Стоит он 22 доллара, если я не ошибаюсь. У меня двоякое мнение насчет этого бальзама для блеска кожи. Мне понравился и не понравился продукт этот. Опять же, из-за липкости, скорее всего. Ну и, конечно, карандаши и кисточки. Я считаю, что кисточка эта хорошая. Мне понравилось, что она очень плотная, толстенькая, с ней удобно работать. Карандаши понравились реально, очень классное качество, очень хорошая пигментация, очень приятно чувствуется на веках. И карандаш для слизистой, 20 долларов он стоит. Мне понравился он, я буду использовать каждый день его, просто потому что это секретный эффект для того, чтобы сделать глаза гораздо более привлекательными, гораздо более открытыми. Такой сегодня у нас был обзор на новую коллекцию от Makeup by Mario, этого самого визажиста Ким Кардашьян. Я считаю, что это интересная коллекция. Да, она, возможно, не для каждого. Не каждый заинтересуется ею, потому что это очень простая упаковка средств. И, как бы, мне кажется, что в наше время мы все любим что-то красивое, что-то не очень простое. Мне было очень приятно сегодня показать это вам, как это все работает, как это все переносится на глаза. И я думаю, что вы можете сделать свои выводы по поводу того, нужна ли она вам, стоит ли она этих денег, или это слишком дорого. Пишите в комментариях, кстати говоря, ребят, что вы думаете об этом. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. И я надеюсь, вам понравилось это видео, ребят. Я старалась показать всю коллекцию объективно и также детально. Надеюсь, мне это сегодня удалось. И на этом все, пожалуй, я желаю вам прекрасного настроения. Я очень ценю вашу активность, ваши лайки, ваши комментарии. Спасибо вам большое. И я на этом с вами прощаюсь. Вернее, я с вами не прощаюсь. Скоро увидимся. Ваша Юля. Всем пока!